Еще один пример увеличения, законного увеличения расходов главной компании. В структуре любого бизнеса есть моменты, когда предприятию необходимы дополнительные денежные средства. Все с этим сталкиваются. Некоторые бизнес-структуры привлекают банковские кредиты, некоторые предприятия просят денег у учредителей, если они есть, некоторые перераспределяют финансовые ресурсы с одного бизнеса в другое или с одного предприятия в другое. Если бизнес достаточно дифференцирован и у него есть внутренние финансовые ресурсы, возможно перераспределение финансовых ресурсов путем предоставления этих денег, на платной основе. Венчурный фонд, который по своей сути является финансовой организацией, получивший все необходимые разрешения для работы, для предоставления финансовых услуг, венчурный фонд привлекает средства одних юридических или физических лиц и предоставляет эти финансовые средства другим юридическим либо физическим лицам на платной основе под процент. Перераспределяя потом эти проценты тем людям, тем субъектам предпринимательской либо непредпринимательской деятельности, которые эти деньги дали и тратят только на обслуживание структуры венчурного фонда. То есть его задача накопить денежные средства, предоставить их в виде целевых кредитов либо займов на платной основе с соблюдением всех требований, которые выдвигаются к этой сфере финансовой деятельности нацбанком. На сегодня венчурный фонд в Украине может предоставлять деньги под определенный процент, размер которого контролируется нацбанком. Но в принципе в реалиях нашего времени можно предоставлять денежные средства под 20% годовых. Я знаю венчурные фонды, которые работают на Украине сегодня под такой процент, гривен. В чем возможность оптимизации налога на прибыль? Привлечение финансовых средств на платной основе – дело сугубо добровольное. Сколько этих денег нужно для бизнеса, решает собственник либо руководитель компании. Ничто не мешает нам привлечь, например, миллион гривен. Но если мы планируем осуществить увеличенные какие-нибудь объемы закупок, увеличенные завоевания новых секторов на рынке, мы можем принять решение и привлечь не 10, не 1, а 10 миллионов гривен, если они у нас есть в венчурном фонде. И платить проценты мы будем уже не за 1 миллион, а за 10 миллионов гривен. Если у нас в пределах нашего бизнеса не получилось затратить эти деньги с той целью, с которой мы их планировали делать, никто нас не обвинит в том, что мы не использовали эти деньги. И заплатив проценты за пользование этими деньгами, мы все равно отнесем их в расходы, которые подлежат уменьшению налога на прибыль. Любые деньги, привлеченные в пополнение оборотных средств, в закупку товара, в совершение предоплат за такой товар, уже являются средствами, привлеченными для хозяйственной деятельности. И проценты за них, мало того, даже средства, привлеченные для оплаты основных средств, для каких-то инвестиций, они тоже являются нашей хозяйственной деятельностью. И проценты, уплаченные за них, хотя налога иногда прописывает такие письма, что такие проценты не должны включаться в состав текущих расходов. Но на сегодня нет ограничений для того, чтобы все проценты, уплаченные за пользование деньгами, были отнесены в состав текущих расходов, уменьшающих налог на прибыль. Продолжение следует...